Представьте, что вы пришли с девушкой в ресторан. Это традиционное место для проведения свидания. И сразу подумаем, о каком мужчине мечтают все девушки, чтобы он был сильный, мужественный, честный, чтобы было за ним, как за каменной стеной. Поэтому сразу же в ресторане не нужно выкладывать на стол атрибуты своей значимости. Ключи от машины, дорогой мобильный телефон не нужно. Если у вас все нормально с самооценкой, вы не будете, как в народе говорится, кичиться. Если вы действительно хотите понравиться девушке, то попросите у официанта меню без цен, чтобы она была свободна в своем выборе. Это настолько красивый жест. Сделайте это. Будьте вежливы с официантами, но в то же время, если случится непредвиденная ситуация, отстаивайте свои границы. Тогда девушка поймет, что вы мужчина, который может ее защитить, но в то же время безопасный для нее. Девушки обращают внимание на все. Мы смотрим на то, как мужчина относится к алкоголю. Разбирается ли он в винах или ему главное просто выпить. Мы делаем выводы. Или, например, если вы обедаете и девушка вам рассказывает душещипательную историю, а вы вместо того, чтобы внимательно слушаете, объедаете куриную ножку и вам все равно, тогда девушка прогнозирует, что если у вас будет семейная жизнь, то вы будете не обращать внимания на ее проблемы. А знаете, как по классике, лежать на диване, смотреть телевизор и вам все будет все равно. Девушки смотрят, готовы ли вы отказаться от своих дел ради того, чтобы провести с ней время. Проявляйте заботу. Спрашивайте, как она себя чувствует и что она хочет. Это очень подкупает. Дальше мелочи, но они очень важны. Постарайтесь не делать ничего неэстетичного. Например, ну не пользуйтесь зубочисткой. Это мелочь, но она отталкивает. И ни в коем случае не предлагайте поделить счет пополам. Это не деловая встреча. Вы пригласили девушку, значит вы и должны заплатить. Точка. Настоящего мужчину видно по нюансах. Потому как он открывает двери, как помогает одеться девушке. Например, если вы заходите в ресторан, то сначала нужно помочь раздеться девушке, снять с нее пальто, а потом только раздеваться самому. А когда уходите, то наоборот. Мужчина одевается сам и только потом помогает своей девушке. И самое главное. Несмотря на все, что я сказала, будьте собой. Если вы хотите понравиться такой, какой вы есть, таким и будьте. Пускай это будет не эта девушка, но найдется девушка, которой вы нравитесь такой, какой вы есть.